Тимофей Царенко Хроники города Вопросы этики Вступление Посвящается всем людям, благодаря которым я начал писать Может, вы и сами не рады, но все равно спасибо Над городом светило солнце и рдело небо Есть в этой жизни вещи, которые сложно описать, но легко представить Если кто-то скажет тебе, о чем идет речь Хотите пример? Опишите вкус яблока человеку, который его никогда не пробовал А теперь просто представьте его Так и тут Над городом рдело пронзительное морское небо Хотя само море было в тысячах километрах от города Редкие облака переливались розовым Они, как причудливые корабли, плыли по синей бездне За которой не были видны, но ощущались мириады звезд Впрочем, небо надежно хранило тайны города Залитого теплым солнечным светом На первый взгляд город ничем не отличался от любого мегаполиса Который украшает облик современного мира Небоскребы тонкими иглами вонзались в небесную синеву В плохую погоду они наверняка скрывались в дымке низких облаков Самые высокие здания выселись в центре Ближе к окраинам дома становились ниже Фасады все чаще раскрашивались причудливыми узорами Или просто картинами Город плавно переходил в малоэтажную застройку Которая тянулась от горизонта до горизонта Расчерчивая причудливыми узорами ландшафт Блестели на солнце тонкие нитки рек Переливались под светом солнца зеркала озер Иногда имеющие довольно правильные геометрические формы Этот пейзаж мог бы показаться обычным Но лишь на первый взгляд Более внимательный наблюдатель скорее бы заметил определенное Отличие от того, что может наблюдать каждый из нас Из окна самолета Городу не хватало сущей мелочи Дорог Все пространство между домами занимали парки и оранжереи Крытые то ли стеклом, то ли прозрачным пластиком Кварталы образовывали причудливые геометрические узоры Иногда создавая сплошные стены То тут, то там мелькали ажурные геокупольные конструкции Накрывающие собой целые кварталы У многих высоток полностью отсутствовали окна И вообще хоть что-нибудь напоминающее двери Где-то у линии горизонта Человек, обладающий достаточно острым зрением Либо хорошим оптическим или цифровым зумом Мог разглядеть тонкую нитку, пробивающую небо Двигаясь в сторону орбитального лифта А это был именно он Можно было найти широкую нитку сверхскоростной железной дороги Вакуумная труба, которая ныряла под землю За полтысячи километров от центра города Еще, с той высоты, где город был виден целиком Могло показаться, что над городом висит рой мышкары Иногда в этом странном рое виднялись крупные жуки Что лениво двигались странными траекториями В небе над городом царил летающий транспорт Каплеобразные машины, опирающиеся на воздух Благодаря дюзовым двигателям Неуклюжие винтокрылы с разной компоновкой несущих механизмов От одного до восьми Массивные дирижабли, крохотные дроны Между всеми этими продуктами инженерного гения То тут, то там Мелькали словно бабочки планеры всех цветов и форм К некоторым из них были пристегнуты те же двигатели Но зачастую аппараты скользили в воздухе Лишь за счет потоков горячего ветра В этом городе настоящие крылья продавались по цене качественной обуви Фасады здания были украшены лепестками солнечных батарей Те, что подобного украшения были лишены Красовались колоссальными вертикальными садами Весной город расцветал всеми цветами радуги Осенью окрашивался в багрянец Крыши в общей массе представляли собой посадочные площадки Просто рассматривая город, можно потратить всю жизнь Но мы тут не за этим Нас интересует одесса